До 4 миллионов тонн в месяц Европейский Союз может экспортировать все украинское зерно даже в условиях фактической блокады России и Черного моря. Альтернатива, утверждает в Брюсселе, есть и она не нова. Это так называемые коридоры солидарности. Пути, предложенные европейцами для вывоза агропродукции из Украины год назад. Тогда Россия впервые заблокировала черноморские порты Украины. Как увеличить мощность и эффективность этих коридоров уже обсудили министры агрополитики стран ЕС на срочной встрече в Брюсселе. Ведь существует проблема транспортировать урожай по суше значительно дороже, нежели морем. И если не сделать маршруты солидарности экономически привлекательными, украинское зерно может стать неконкурентно способным на рынке. Есть риск, что Россия окажется в более выигрышной ситуации. Покупать зерно у нее будет дешевле, нежели платить за зерно из Украины, транспортируемое Польшей до Балатийских портов. Стоимость этой логистической операции всегда будет выше, чем Россия сможет предложить на мировом рынке. Выход есть с субсидием. Еврокомиссия предлагает компенсировать перевозчикам траты на транспортировку украинского зерна. О каких суммах может идти речь и как все будет работать, пока непонятно. Схема еще на стадии обсуждения. Экспорт зерна с помощью линий солидарности через Польшу, Венгрию и Румынию недостаточно привлекателен. Мы должны рассмотреть вопрос поддержки транспортировки. Улучшить экономическую привлекательность и упростить сам процесс Литва уже предлагает проводить фитосанитарный контроль. Таможенные административные процедуры не на границах с Украиной, а непосредственно в портах ЕС. Это считают в Вильнюсе существенно, ускорит процесс вывоза продукции и сделает его более прозрачным. Есть проблемы и с речным маршрутом, наиболее экономически выгодным и эффективным в условиях блокады Черного моря. Из украинских портов по Дунаю до Румынии, оттуда уже дальше морем. Теперь этот путь следует обезопасить от ракетных атак. Несколько дней назад Россия обстреляла портовую инфраструктуру Дуная, в частности порт Рени. Под обстрел попало также румынское судно. Для защиты дунайских портов необходимы современные комплексы ПВО, такие как Патриот. А еще Украине необходимо защититься от так называемого дружеского огня. Именно так в европейской прессе назвали намерение пяти государств ЕС продолжить мораторий на импорт украинского зерна. Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника после 15 сентября. Пятерка мотивирует эта забота об интересах собственных фермеров.